Сегодня я хочу поговорить о таком, скажем так, пищевой добавке, как пищевая пыльца. Уже на протяжении нескольких лет мы успешно, два раза в неделю для пустынных ящериц, добавляем пыльцу в рацион. Особенно в зимний период, когда растительные ящерицы питаются достаточно скотным, на мой взгляд, рационом. Методы дачи, скажем, этого удивительного продукта пыльцы пчелиной весьма разнообразны. Для шипохвостов, у ромастиксов, это является лакомством. Мы просто посыпаем там на какое-то открытое пространство, вы имеете удовольствие это наблюдать на видео. Для других растительноядных ящериц мы посыпаем этим пыльцой салат. Для насекомоядных ящериц, таких как гиконы, агамы, какие-то другие, то есть более хищные, перед скармливанием мы пыльцу насыпаем в контейнер, куда сбрасывается сверчок. Выдерживается там 2-3 часа перед скармливанием. Вот сверчок с удовольствием точно так же кушает эту пыльцу. Ну и в результате мы получаем сверчка высоковитаминизированного. Вот хочу вам показать пыльцу. Когда будете приобретать ее, обратите внимание на разноцветность, собственно говоря, гранул. Чем больше они разноцветные, значит пыльца собрана пчелами из разных, собственно говоря, растений. Храним мы ее вот в таких вот баночках. Вот, как видите, это баночка от витаминов великого репаши. Ну, собственно говоря, одно другому не мешает. Мы используем и то, и, собственно, пыльцу. Сейчас вот попробуем, как это происходит. Здоровый детский аппетит. Это уромастик с диспарфлава фасада. Вот самец, который только что, ну, буквально пару дней, как у него закончился огонь. Единственное, скажем так, ну, это, опять-таки, мое субъективное мнение. Вот, еще раз повторю, мы даем ящерицам пыльцу два раза в неделю, потому что, как объяснить, главное не переусердствовать. Вот, все хорошо в меру. Вот, поэтому нормированные, то есть, если у вас, скажем так, скудная корма, лучше давать ее немножко больше. Это природная витаминизация, это природный антибиотик, это, ну, просто полезно. Ну, все знают о полезности меда. А вот, ну, собственно говоря, пыльца в один из этих суперпродуктов, назовем это так, природных, который содержит там кучу всего полезного. Вот, ну, переусердствовать никогда не стоит. Ну, чтобы вы понимали, что это лакомство для шипохосов, попробуем вот таким образом. Ну, не хочет. Обычно, ага, ну, уже хочет. Ну, вот видите, вот, кроме пыльца у меня с рук ничего не ест на самом деле. Вот уже идет. Угу. Угу. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, я полагаю, эта информация будет для вас весьма полезна и интересна, поэтому мы постараемся продолжать дальше в таком же ракурсе и режиме. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, посещайте, пожалуйста, наш сайт, ну и, собственно говоря, страничку на Facebook. Там вы найдете всегда много чего интересного для вас. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...